Смотрите, где ресторан Панорама и два Эммиграс. Ну, это уже почти в центре отеля. Маркиз, набережная. И вот здесь вот такой вот парк. Давайте я с самого начала, со входа зайду. Обязательно здесь погуляйте. Здесь прикольно будет и днём, и вечером, когда подсветка будет. Вот так вот и называется. И здесь прикольные всякие скульптуры, качельки, лавочки. И выходит он... Сейчас музыку пройдём. Выходит он на вторую линию, как я называю. То есть, где ходят автобусы. Второй, двести второй. Вот видите, как здесь всё плиточка выложена. Везде так классно, памятники такие. Можно сесть вот, почитать книгу. Пение света, а не учение тьма. Так, что мы тут читаем? Ну, отвлекись хоть. Нараба. Нараба. Не, она меня не слышит. Вот, и давайте ещё чуть пройдём тогда погуляем. Пусть она читает. Мороженое отбирать у ребёнка не будем. Вот, разные здесь скульптуры. Разные качельки. И, кстати, вот есть лавочки, качельки. Вечером оно всё освещается красиво здесь. Такие вот стильные фонари. Обязательно прогуляйтесь. Особенно вот кто живёт в Арсиенфи-Сити-Бич. И в этом районе. Обязательно здесь пройдитесь. И на вторую линию, там, когда вы выйдете до конца на эту площадь. Там очень красиво тоже. В принципе, можно сейчас и дойти до конца. Давайте дойдём. Пройдём весь путь этот с вами. Такое вот существо на велосипеде. Кошачий домик. Людей мало, потому что сейчас дождь капал. Такое что-то. То солнце, то дождь, то солнце, то дождь. Вот шелковица. Она уже отходит. А я её так и не ел. И не дотянешься здесь. Крупная. На земле. Мушмула. Никто её не ест. Как у нас абрикосы никому не нужны. По Донецкой области. Так и мушмула здесь никому не нужна. Вот эта милота стоит в Клеопатрии. Одна и одна ещё где-то. Я уже не помню где. Вот такой, наверное, один здесь. Скорее всего. Сорожек какой-то. Здесь вот можете с крылышками сфоткаться. White Hotels MG. MG, чем его вспомнил картинку. На входе в отель там. Такой вот граммофон. По нему, наверное, возможно, чем-то стучать. Можно железным сейчас попробуем. Постучать. Нет, не фиг. А, вот так вот. Не по железу надо. Интересно, я один из десятка или сотни? Кто догадывается, что это здесь музыкальный инструмент? Навыки? Навыки как талант не пропьёшь. Музыкальные способности тоже. Было бы у меня сейчас две барабанные палочки. Я помню, такой слабал бы здесь. Вот и музыку я сам написал. Можно сказать, можно патентовать. Водумаю, всё реально на ходу. То есть вот готовая музыка. Можно она уложить это всё. Тут вот что в голове есть, то и вот думаю. Блин, надо запатентовать эту реально готовая мелодия. Моя собственная, да? Это кто-то возьмёт и песню сделает на неё. Это я, это я. То есть, кто-то не поверит, что это я. Прикольный, кстати, инструмент. Я забыл, как он называется. Вот молоточками стучат, он немножко не то. Ксилофон или как это. Реально прикольная штука. Надо прийти сюда с этим, с паломником кухонным. Да-да, проще будет ворваных палочек. Нет у меня с собой. Концерт окончен. Ну, ещё обязательно приду сюда, постучим с вами. Что-нибудь мне понравилось этот прикол. Класс, супер сделан. И самое интересное, что может быть... А ну-ка, вот здесь звук, наверное, отсюда ещё слышно. Люди, ё-моё, ну-ка, сейчас я фотик буду сдержать здесь, а стучать там. И, наверное, звук будет как-то иначе. Лучше, может быть. Не знаю, честно, не знаю, слышно с той стороны что-то или нет. Вот так вот, кстати, проверяют у детей. Вот когда ребёнка отдаёте в музыкальную школу, он приходит, его сразу проверяют слух. То есть, делают, допустим, с каждым и постучи. И стучат по столу карандашом. И вот он должен это повторить. Если он не повторил всё, в музыкальную школу можно не записываться. То есть, у человека, как говорится, нет слуха. Всё, вот простучать. Вот так. Если не простучал, то всё, слуха нет. Музыканты с вас не получится. Вот реально, я не знаю, что за мелодия родилась, но она родилась вам не сейчас на ваших глазах. Вы написали реально песню. Вот так вот, собственно, песни и пишется. Как-то лёг от музыки. Могу вам сказать это по секрету. Смотрите, какая классная мушмула такая. Ух, ё-моё. И именно всё, вот она именно готовая для еды. Вот смотрите, какая красавица. Группная, вся одна в одну, просто без всяких чёрных пятен. Вообще, дерево просто идеальнейшее. Смотрите, какая красотища. Вообще, клон, блин, и никто не ест. Представляете? Солнца немножко нет. Было бы солнце, была бы поярче наша прогулочка здесь. Ну и так нормально. Сейчас максимальное качество поставил. Не знаю потом, правда, сколько этот файл буду загружать. Вот. Зато качественно мы засняли с вами написание Ромкиной музыки. Каковы какие-то предложения, как назовём эту мелодию. Кто вообще супермузыкант, который может это сделать всё за минуту, можете её разложить на нотки. Мне куда-то скинуть. Мало ли пригодится. То есть музыка-то готовая уже. Просто я её по нотам не смогу записать. Не настолько. Как бы, ну, играть я мог по нотам, когда на трубе занимался. Но так, чтобы записать то, что я сейчас простучал по нотам, я не смогу. Уже не тот у меня возраст. Много лет прошло. С палочками в следующий раз, железными какими-то надо туда прийти. Тут вот что-то. Либо это апартаменты просто, либо какой-то отельчик. С таким красивеньким бассейном. В хорошем месте находится. Прямо получается окна выходят на этот парк. И вот мы уже, собственно, дошли, как я называю, вторая линия. Ну, не дошли, но тут осталось метров в пятьдесят, да, не. Мевлюд, челик. Мевлюд, челик, меморлык. Будьте здоровы, не чихайте. Вот, смотрите, какие здесь классные. Здесь строительство. Смотрите, какие классные цветочки здесь. Цвета тоже классно будет. Такая классная получилась.